Это неделя города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главные темы уходящей недели. Не отменяется, а переносится. Празднование дня города сместили на сентябрь. Федеральный десант. В штаб по борьбе с лесными пожарами прибыло подкрепление из Москвы. Положительное сальдо. Депутаты Рязанской городской думы увеличили бюджет города на 362 миллиона. Начнем с главной новости для всех рязанцев. Празднование дня города власти переносят на сентябрь. На своей страничке в соцсети глава администрации Елена Сорокина опубликовала пост, в котором пояснила, что смещение даты связано с непростой обстановкой потушения лесных пожаров. Цитата. Совсем скоро все наладится, а пока спасатели работают, помогают добровольцы переживать жители, наши соседи. И что называется, душа не на месте. Поэтому приняли решение о переносе дня города. Переносим все развлекательные мероприятия основного дня праздника – субботы. Обещаем самый крутой и веселый день города у нас впереди. Мы его проведем в сентябре. Конец цитаты. Там же Елена Сорокина попросила поддержки этого решения у Павла Молкова. И она его получила. Прочитал предложение администрации города Рязани по поводу переноса дня города. И, конечно, поддерживаю его. Я понимаю, как все готовились к этому празднику. Но, наверное, в условиях ЧЕС не очень корректно устраиваются такие массовые развлекательные мероприятия. Поэтому программа будет скорректирована. Сам день города будет перенесен на более поздний срок. Что же касается самих пожаров, то ситуация, по словам Павла Молкова, стабилизировалась. Вся группировка, а это уже примерно 10 тысяч человек, работает по четкому плану. Возможно, еще и потому, что чиновников, курирующих рязанские пожары, после специального совещания с Владимиром Путиным в регионе стало больше. В состав правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров добавились мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов. В ближайшее время, в ближайшее время, мы постарались. В 2010 году и опять вот такая. Мы помним это только для. А вот еще и сядь, я буду. Четыре жива, все покупались. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Населенные пункты отстояли. Отстояли в 2010-м, отстоим и сейчас. Об этом говорит людям временно отселенным в поселок Тума, глава МЧС России Александр Куренков. Вот только одним крестным знамением сегодня явно не обойтись. И действительно, в Рязанской области сегодня, пожалуй, самая мощная группировка ликвидации лесных пожаров. Больше 9,5 тысяч человек личного состава, 2,5 тысячи единиц техники, 18 воздушных судов. Федералы прибыли в рязанский поселок Диулино тоже по воздуху, спецбортом, осмотрев окрестности, что называется, по пути. В состав правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров добавились мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов. После большого оперативного совещания в Рио губернатора Павел Малков выглядел уверенно. Можно уже уверенно сказать, что мы работаем по плану. Если раньше зачастую реагировали на какие-то острые ситуации, то сейчас уже полностью сформирован план работы, закреплены ответственные за каждый участок и идет планомерная работа. Ситуация взята под контролем. Если говорить о том, сколько уже сброшены воды с воздуха, то речь идет о 21 тысяче тонн. Основной удар авиалесоохрана наносит по кромкам огненного контура. В трех местах горение уже локализовано. Верховой пожар сбит во всех направлениях. Человеческого ресурса здесь действительно хватает. Мы как раз находимся на одной из кромок данного пожара, где эти силы как раз, как вы видите, уже частично локализовали кромку пожара и производится дотушивание. Техника имеется для прокладки минполос. Соответственно, задача – проложить минполосы и в дальнейшем проконтролировать, не допустить перехода огня через данные минполосы. На данный момент угрозы населенным пунктам нет, но в регионе по-прежнему семь действующих очагов. И за эти выходные все должно закончиться. В смысле локализации самых критически важных очагов, что же касается полного устранения, то это еще неделя-две. Охоту на ведьм, то бишь поиск виновных, пока не начинали, хотя руководитель МЧС России Александр Куренков уже заявил о неких диверсионных моментах. «В голове пожара есть элементы поджогов», – заявил он. Эти элементы разглядел и в Рио губернатора области Павел Малков. В эфире канала «Россия-24» он заявил, что сам пожар возник по естественным причинам, а потом уже были преднамеренные поджоги. С этим должно разобраться следствие. Все материалы правоохранителям уже предоставлены. К жителям отселенных на время пожаров населенных пунктов Ольгино и Голованово вполне могли присоединить и население поселка Диулино. Дело едва не дошло до массовой эвакуации. Тревожное утро воскресенья для местных жителей началось с голоса и с громкоговорителя. Но, как выяснила наша съемочная группа, несмотря на опасность, люди не спешили покидать свои дома. Прошедшая неделя в историю поселка Диулино надолго войдет как самая тревожная. Следить за картой пожаров, за направлением и силой ветра с надеждой вглядываться за горизонт, где клубы дыма валят, не останавливаясь, не спать. Такое выпало испытание. Воскресенье стало пиком напряжения. Утром собрание, в обед объявление об эвакуации. Однако покидать собственные дома местные жители не стали. Хотели эвакуацию провести, но никто в местных не вышли, не ехать. Вот мы сейчас наконец в деревню едем, мы опять ждем, будет эвакуация, повезем. Не будет, будут стоять дежурить. Я здесь родилась, и отсюда куда не уеду. Нам страшно уже, дочка, который день. Просто не пером описать, и не сказку сказать. Это вот все родное. Если вы можете понять мне, это все родное. Вообще не собираюсь пока. Думаю, надеюсь, что отстоят. А близко ли огонь по последним данным? Близко, по последним данным близко. А страшно вам? Да, что страшно? Мы женщинам приговором. Это только моей бабушке страшно. Страшно, на самом деле всем. За свои дома, в каждые из которых вложено столько сил и любви. За родные места, за Мещерский лес, за свою деревню. Но настроение все-таки больше оптимистичное. Говорят, столько техники в 2010-м и рядом не было. Да и спасатели, пожарные, все работают на совесть. За что местные не устают их благодарить. В 2010-м году очень безалаперно. А сейчас, конечно, сравнение нет. Поселок Лесхим самый близкий к Диулина. Эвакуировать все же пришлось. Слишком близко подошел огонь к берегу Пры и нависла угроза перехода его на этот берег. В Диулина же эвакуацию отменили в тот же день. Огнеборцам удалось сбить. Огонь на подступе к населенному пункту. Но это пока не означает, что опасность миновала совсем. Павел Молков штаб практически не покидает. Работа по тушению пожара продолжается. Ситуация остается напряженной. По итогам подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгина, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованова. Принято решение эвакуировать оттуда жителей. По остальным населенным пунктам сейчас опасности нет. Огнеборцы продолжают бороться. По нашим данным, в Ольгина остались те, кто тоже отказался эвакуироваться. Люди хотят отстоять свои дома перед стихией. Пепел падает на машины в Рябиновке Клепяковского района. Смог закрывает небо в Москве. Остается пока только верить и ждать, что стихию удачно повернут вспять, и опасность останется позади. Марина Романюк, телекомпания «Город». День государственного флага России в Рязани отметили велосамокатным пробегом. В этом году Рязань стала одним из 16 городов, где в цвета флага России раскрасили арт-площадки. Российский триколор сегодня не просто символ государственности со своей стяговой 300-летней историей. Флаг – это гордость, как бы пафосно это ни звучало. И отношение к нему – один из главных маркеров патриотизма, государственности или даже ответственности за будущее страны. Об этом Владимир Путин говорил в своем специальном обращении по случаю праздника. Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правде и справедливости, солидарности и милосердия. Уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину. Никогда не допускать внешнего диктата и гегемоний. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему, стало частью генетического кода нашего народа. Вот так отметили день российского флага на плацу главного управления МЧС по Ленинградской области, развернув полотнище размерами 40 на 60 метров. Общая площадь гигантского стяга – 2400 квадратных метров. В Рязани флаг был чуть поменьше, но в руках юно-армейцев он развивался ничуть не хуже ленинградского. Наши предки и наши современники совершают огромное количество подвигов. Мы знаем тысячи таких примеров. Сегодня наши вооруженные силы под нашим государственным флагом защищают безопасность и суверенность нашей страны. Сегодня здесь собрались люди разных возрастов и разных поколений. Но очень приятно, что очень много молодых и совсем юных лиц. Вы наше настоящее, вы наше будущее. Любите свою Родину. И Родина обязательно будет любить вас. В честь праздника в городе провели пробег «Держи флаг по ветру». Если раньше это были только велосипеды, то сегодня в моде электросамокаты. Возраст значения не имеет, главное – умение балансировать и твердо держать руль. Тем более, когда к машине прикручен один из главных символов будущего страны – российский флаг. Эти ребята, судя по ровной колонне, надо думать, это четко осознают. В Рязани с выставки «Многоликая Россия» стартовал форум древних городов. Библиотеки имени Горького говорили о создании специального всероссийского маршрута по аутентичным местам. Самые яркие из городов как раз определят в рамках форума. Выставочный проект «Многоликая Россия» представляет вниманию зрителей архивные фотографии Российской империи второй половины XIX – начала XX веков из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «Росфото». В первую очередь, это художественный проект, который, я надеюсь, позволит всем вам, нашим любимым зрителям, именно увидеть собирательный образ нашей страны в работах гениальных художников, фотографов XIX – начала XX века. Я говорю художников, потому что по прошествии времени мы все больше начинаем ценить фотографическое изображение именно как художественное произведение. На этих фотографиях виды крупных городских центров Российской империи – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Работы известных мастеров фотоискусства того времени с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения государства российского. Цели и задачи этого форума очень созвучны той выставке, тому выставочному проекту, который мы сегодня открываем. И сегодня здесь мы видим на этих удивительных работах культурное наследие городов, древних, современных городов России, которые являются поистине символами нашего государства. Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Архангельск и многие другие. И что еще очень интересно, что эти работы поражают не только своей художественной выразительностью, но и высокоисторической точностью. На выставке зритель увидит типажи – крестьяне, дворники, извозчики, торговцы, видовые и жанровые съемки русской деревни, а также снимки представителей правящего дома Романовых и великосветского сословия. Здесь вы увидите фотографии самого известного, последнего, балла императорской семьи, который прошел в 1903 году. Свидетели балла – портреты из фотоателье. Также на выставке фотографии народностей – татар, мордвы, кавказцев. Так символично выставкой открылся форум. И продолжился пленарным заседанием по разработке всероссийского культурно-просветительского маршрута по местам бытования традиционной культуры народов России, художественных промыслов и ремесел под названием «Многоликая Россия». Примечательно, что для разработки маршрута выбрали именно Рязань. Среди всех всероссийских культурно-туристических проектов это будет самый большой маршрут. Он пройдет по всем федеральным округам. Все регионы могут что-то предъявить. Поэтому этот маршрут, не маршрут в прямом смысле этого слова, это не линия на карте. Это глобальный большой проект, который соткан из действительно маршрутов и субмаршрутов. Мы по итогам нашей встречи в Рязани должны по существу принять решение, кто из регионов, какие из регионов, и не только регионов, и какие из культурных институций войдут в маршрут уже в 2023 году. Главными тематическими направлениями форума, проводимого в год культурного наследия народов России, станут народный костюм, 200-летие с начала официальных археологических раскопок на городище Старая Рязань, 870-летие города Касимова. Форум сохранит международный формат, включая онлайн-режим проведения некоторых мероприятий. Таким образом, в пятом международном форуме древних городов примут участие представители более 200 древних городов России и мира. И важное дополнение. С переносом Дня города отменено исшествие гостей форума древних городов, а значит, не будет и перекрытия движения на улице Ленина, анонсированного ранее. На внеочередном заседании Рязанской городской думы депутаты скорректировали бюджет и отменили собственное решение о приватизации зеленой зоны в местечке Агропром. Доходы и расходы Рязанской казны теперь увеличены на 362 миллиона рублей. На что пойдут деньги в нашем следующем материале. Изменение бюджета Рязани – главный вопрос внеочередного заседания Гурдумы. И вопрос этот нешуточный, ценой в полмиллиарда. Именно столько привлек в регион в Рио губернатора Павел Малков из федерального бюджета. Понятно, что львиная часть этих денег для Рязани. На что они будут потрачены, уже тоже известно. Это закупка 10 троллейбусов. Отмечу, что новые троллейбусы в Рязань не поступали уже много лет. Это серьезное обновление парка коммунальной техники 35 единиц. А значит, повышение качества уборки города от снега и мусора. Полученные средства нужно срочно направить на решение наших первоочередных проблем. А теперь непосредственно к цифрам. Доходы и, соответственно, расходы городской казны увеличены на 362 с лишним миллиона рублей. Почти 200 из них направят на ремонт 8 участков магистральных трубопроводов. 84 на покупку жилья для детей-сирот. 50 миллионов на благоустройство 25 дворовых территорий. Еще 15 на установку противопожарной сигнализации в 60 школах. Про Солочи тоже не забыли. 4,5 миллионов рублей строительство артезианских скважин и водопроводной сети в поселке Солочи. Реконструкция здания станции со строительством станции водоподготовки. Ультрафиолетового обеззараживания на объекте Окская очистная водопроводная станция. Село Дядьково, улица Грачи. Еще один важный вопрос. Приватизация участка так называемой «зеленой зоны» в местечке Агропром. После встречи Павла Малкова с местными жителями, как известно, продажу этой земли в Рио губернатора остановил. Там растут в основном дубы. Я выезжала в Агропром, доложила о результатах поездки в Рио губернатора Павлу Викторовичу Малкову. Он тоже побывал в Агропроме, пообщался с экологами и местными активистами. Эта заброшенная территория должна обрести новую жизнь, как современная зеленая зона. Промышленные объекты здесь появиться не должны. Решение отменить все условия приватизации народные избранники поддержали единогласно, не задавая лишних вопросов. Максим Васильев, телекомпания «Город». Тихий дворик на одной из центральных улиц города по адресу улицы Джержинского, по соседству с крупнейшим вузом, медицинским университетом, за правду в этом году борется, по сути, с витринными мельницами. Заросли выше человеческого роста, горы мусора, которые никто не вывозит, разбитые в дребезги дворовые дороги. Найти правду люди пока не могут. В этом репейнике, который уже стал практически древовидным, запросто может потеряться ребенок. Да и взрослому здесь будет некомфортно. Все это выше человеческого роста. Никогда здесь такого не было. Никогда. Дом 62-го года. И вот это вот здесь первый, первый раз такое. Неужели нельзя было скосить? Сейчас, конечно, уже только топором рубить. И все. И в том дворе тоже самое. Вы сами видите, что эти дикие заросли – это первый год за много-много лет, начиная с северских времен. Я такого не помню. Или какой-то природный ландшафт новый разрабатывается. Вот очистили детскую площадку. И то, по-моему, после многочисленных жалоб. Все-таки живем в центре города. В центре города. Ни на окраине. И вот что это? Об опасности сухих деревьев говорилось не раз. Но почему-то над здешней детской площадкой по-прежнему угрожающе нависают черные ветки. Оттого и гляди, рухнет. Еще сухие деревья у нас вот. Их пилили в этом году. Но четыре дерева вот на нашей площадке, где дети бегают, они так и остались. Мы ходим в поликлинику нашу во вторую. И даже мне врачи вот недавно говорят. Ну, жаловалась. Говорят, помогло. Я говорю, не помогло. В том году дерево упало прямо на мой балкон. Вот. Вызывали МЧС. Слава богу, что балкон целый. Ответственность за чистоту и порядок дворовой территории несет управляющая компания. Каждая из нас платит своей управляйке деньги за содержание жилья. Но управляйка «Зеленая роща», которая должна ухаживать за этим двором, считает иначе. Нам ответили, это не наша проблема, это благоустройство города, обращайтесь к ним. Хотя, живу я здесь уже очень много лет. Ну, порядка десяти. И у нас никогда вот такого не было. У нас всегда живу было замечательно. Может быть, город работал, я не знаю. Вот что нам сказали в самой управляющей компании. Мы его укашивали, полностью дома косили, в границе придомового участка. То, что жалуются жители, наверное, вы сами видели, это в центре двора, наверное, репейник, да? Да. Вот, это, к сожалению, ну, к счастью, не наша территория, была бы наша муниципальная территория. Детскую площадку, которая там есть, мы подчистили, ну, обкосили. Мы, как бы, обкашиваем, даже если не наши детские площадки муниципальные, детские площадки мы однозначно все обкашиваем. Но вот разорваться, чтобы выкосить всю муниципальную территорию, у нас просто нет возможностей таких. Вопросы у жителей и к оперативности вывоза мусора. Крупногабаритная строительная куча растет здесь уже не первую неделю. А кто отвечает за этот вывоз, жители даже не знают. Хотя с этим вопросом в свое УК тоже обращались безрезультатно. Тот же представитель управляйки в телефонном разговоре подтвердил трудности с Экопронском. Оператор принципиально отказывается вывозить крупногабаритный мусор. Ну вот посмотрите на нашу помойку. Это что? Центр города. Ничего не убирается. Уже это месяц. Вот это все? Больше месяца? Ну, месяц, полтора месяца. Вот это все, вся вот эта картина. И сюда еще валят, и валят, и валят. Я не знаю, кто это должен убирать. Ну, мы же не на свалке. Прополучается, мы живем уже на свалке. Городская свалка уже пришла к нам. В центр города, улица Дзержинского. Пока погода сухая, говорят жильцы, всей картины не увидеть. А как только зарядят дожди, во двор будет не зайти. Несколько лет назад, ну, лет, наверное, пять, благоустраивали двор, то есть клали асфальт, бордюры. Я выходил и попросил вот этот поворот более закругленный сделать. Потому что машины даже легковые, ну, не разворачиваются до 90 градусов. Только мало того, что они не сделали, так они даже оставили старые бордюры. В результате вот сейчас вывозят тяжелый мусоровоз, он не разворачивается. Он заезжает сюда, и вот, ну, если будете снимать, увидите, какая-то глубина, это пока без воды. Потом стоит на болото, естественно, разносится грязь по всем дорогам. То есть выходишь из подъезда и попадаешь прямо в грязевой массив. Прям хоть лечебный курорт грязевой устраивает. Разбитый асфальт и глубокие ямы, как считают некоторые, результат того, что двор оставили проездным. Сделали бы, мол, шлагбаум, чтобы не ездили желающие сократить маршрут. Но и в этом вопросе понимания местные жители пока не нашли. На пешеходных переходах у театральной площади появились новые надписи. Сотрудники ГИБДД вместе с активистами в преддверии нового учебного года оставили на зебрах короткие напоминания о негласных правилах перехода проезжей части. Сними наушники и капюшон, посмотри по сторонам, убедись в безопасности. С этих, казалось бы, простых и понятных предложений начнет новый учебный год большинству рязанских школьников. За время отпуска дети, особенно находясь в лагерях или в деревне, отвыкают от интенсивности дорожного движения, говорят автоинспекторы. И в сентябре статистика ДТП с участием школьников растет всегда. С надписями на асфальте, очевидно, станет меньше. Конечно же, в меру своих плееров, телефонов, наушников, капюшонов, конечно, что-то видят, что-то нет. Но мы надеемся, что с помощью этих дополнительных уведомлений у пешеходников мы заставим наших детей и взрослых, их сопровождающих, больше внимания уделять своей безопасности и, в конце концов, безопасности водителей, чтобы они тоже видели, что люди понимают, что они находятся на проезжей части, что это объект особой опасности. И, соответственно, мы помогаем как водителям, так и детям, и родителям. Это не просто следы на асфальте, краска водостойкая. На театральной площади рисуют общественные активисты, в основном папы. У каждого два-три трафарета. Пока что эта акция разовая, но цель вполне понятна – охватить весь город. Хотелось бы, чтобы, конечно, большинство пешеходных переходов у нас были с подобными надписями. У нас есть идея и задумка, что мы во все образовательные организации дадим такие шаблоны, потому что госавтоинспекция, скажем так, личной инициативой изготовила подобные шаблоны. И рядом с образовательными организациями максимально постараемся нанести подобные надписи в целях напоминания детям о своей безопасности. Пока что световой день достаточно продолжительный, и для пешеходов надпись «Возьми ребенка за руку» скорее дополнительное напоминание. А вот в октябре, когда на улицах будет сумеречно, эти надписи, как считают автоинспекторы, очень даже пригодятся. Зной, жара и ветер сегодня главные враги тех, кто тушит лесные пожары в Рязанской области. Надолго ли все это и придет ли в регион долгожданная умеренность? Марина Романюк расскажет. Аномальная жара в конце августа – крайне редкое явление, заявляют метеорологи. Но не экстремальная. Такая жара, по мнению специалистов, бывает один раз в 30-40 лет. По прогнозам, жаркая погода сохранится до конца месяца, а вот начало сентября уже будет прохладным и осенним. Абсолютный рекорд для августа зафиксирован 125 лет назад. Правда, тогда температура была очень высокая – плюс 33,9 градусов по Цельсию. В этом году максимум 31,32, выше нуля. По данным Гидрометцентра, температура в регионе побила свой 34-летний максимум. Такой жары в августе не видели в Рязани с 1988-го. Причина погоды – блокирующий антициклон в европейской части России, подобный тому, что был в Европе в первой половине лета. Такой же по интенсивности, месту и продолжительности воздействия – около трех недель. Метеорологи Гесметио считают, что возникновение блокирующего антициклона вызвало ряд проблем. Среди них сильная жара, почвенная засуха, природные пожары и задымление территорий. Спрогнозировать разрушение блокирующего антициклона довольно сложно. Дело в том, что эти погодные системы устойчиво в пространстве и времени воспроизводят сами себя, могут многократно регенерировать, объяснил Леонид Старков. Тем не менее, по словам специалиста, совокупность факторов указывает на то, что антициклон уже перешел в стадию разрушения. Это проявляет совпадение атмосферного давления, стали формироваться кучевые облака, началось вертикальное движение воздуха, которое способствует его перемешиванию и несколько охлаждает температуру, рассказал метеоролог. Согласно прогнозу Старкова, жара сохранится до конца августа. 30-31 августа она быстро спадет, и в сентябрь мы вступим в прохладной осенней погодой. На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова